Приветствую! Когда у тебя в ютубе несколько десятков тысяч подписчиков, то у тебя, конечно же, начинается мания величия, и ты начинаешь думать, что твоя жизнь вообще кому-то в этом мире интересна. Не стал исключением я, вот мания величия уже началась, развивается, и тому подтверждение данное видео. Почему? Потому что в этом видео я хочу вам рассказать о том, что у меня в жизни изменилось вот такого принципиального, и многие уже заметили, конечно, заметили, что я начал выкладывать больше видео, и начали писать, что, мол, а как так? Когда же ты все успеваешь? Ответ прост. Я все не успеваю. Вот. Я все не успеваю, и я уволился. Ну, вот, к сожалению, вот так. С 2007 года я занимался педагогической, научно-педагогической деятельностью, и вот в 23-м году я ее, не хочу говорить, завершил, но, наверное, приостановил. Потому что, к сожалению, ты не можешь полноценно заниматься всем. Ты не можешь полноценно заниматься наукой, ты не можешь полноценно заниматься преподаванием, административной деятельностью и еще адвокатской деятельностью. Когда это все сразу, ты в итоге где-то что-то ты теряешь. И в первую очередь я почувствовал, что теряю здоровье, и многие из вас даже писали, там, пишут периодически, что, мол, так себе ты выглядишь на видео. Ну, действительно, так себе, потому что, когда ты там долгое время работаешь по 16-18 часов в сутки, ну, это сказывается на здоровье. И, в общем, я пришел к выводу о том, что нужно делать какой-то выбор, и какой выбор я на сегодняшний день сделал. Я уволился с должности заведующего кафедрой, я уволился с должности преподавателя-доцента, соответственно, то есть я вообще ушел из университета. И вот эту преподавательскую и административную такую деятельность, да, в рамках системы образования я приостановил для себя. Почему говорю приостановил? Потому что, ну, язык не поворачивается сказать закончил, когда ты всю жизнь там же ж был. Вот. И что на сегодняшний день? На сегодняшний день я остаюсь, естественно, адвокатом, остаюсь кирующим партнером адвокатского объединения «Легалист». И сейчас хочу, наверное, сосредоточиться на вот как раз адвокатской деятельности. Но параллельно с этим я занимаюсь, буду продолжать заниматься научной деятельностью. И еще летом, ну, держал в секрете, да, пока это все не состоялось, еще летом подал документы в докторантуру. Естественно, в докторантуру по специальности 081 право. Ну, и буду заниматься на сегодняшний день вот адвокатской деятельностью и научной деятельностью. Ну, так примерно представил, что сил должно хватить на это. И надеюсь, что хватит. Ну, и понятно, есть идеи по развитию канала, потому что, честно говоря, вот эта тема уже с мобилизацией, с выездом из Украины, она несколько, ну, в каком-то смысле поднадоела, потому что это все, знаете, вот, ну, связано с негативом таким, да, но откровенно будем говорить, и все вопросы, они связаны реально вот с негативом, и хочется заняться чем-то еще, может, более позитивным, и поэтому буду сейчас расширять контент, расширять количество тем, которые будут освещены на канале, для того, чтобы, может, где-то помочь каких-то людям более простых бытовых вопросах, да, там, как, не знаю, с соседом правильно поругаться, чтобы он прекратил музыку слушать по ночам, как, может, вернуть товар, который был непригоден, да, и вам его продали, ну, и как вести бизнес, как открывать ФОП, выбирать КВД, ну, и вот прочее, 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 что, может, будет более позитивно, чем только вот эта тема мобилизации и выезда, которую очень хочется, чтобы она быстрее для всех, для нас закончилась, перестала быть актуальной, чтобы в нашей стране наступил мир, и мы занимались какими-то более позитивными вопросами, и, честно говоря, эта тема еще, знаете, угнетает не только в том плане, что это военная тема, да, и, естественно, негативная, еще несколько расстраивает, что ты выступаешь вот таким защитником, защитником человека от кого? От государства. Но когда же я читал Конституцию, учил Конституцию, читаешь законы, учишь законы Украины, и ты видишь, что в соответствии с этими законами государство должно защищать человека, и, по идее, как бы адвокат, как защитник вообще не нужен, должен быть. И ты понимаешь, что в итоге, к сожалению, система на сегодняшний день несовершенна, да, к сожалению, в этой системе есть люди, которые вместо защиты, вместо охраны прав человека выполняют не эту функцию, да, хотя должны вследствие своих служебных обязанностей, нарушают права человека, а ты должен защищать, и ты, вот, вы знаете, пришла такая мысль, что адвокат, как защитник, это результат таких багов, результат ошибки в системе, потому что адвокат, как защитник от системы может быть лишь в том случае, если система где-то работает неправильно, где-то сбоит. Вот, и тоже это несколько не добавляет вот какого-то позитива, да, не добавляет желания этим заниматься даже. Почему? Потому что, с одной стороны, ты хочешь же общаться с людьми по каким-то приятным поводам и нести людям позитив, да, а в итоге получается, что к тебе люди обращаются там по каким-то негативным моментам. Хотя, опять же, не ты в этом виноват, да, ну не я ж в этом виноват, что так сложилось, но вот это ощущение, что ты есть некое порождение ошибки в системе, несколько расстраивает, вот. Но нет, себя, конечно же, я ошибкой не чувствую, да, если вдруг там психологи сейчас смотрят и ставят мне диагнозы, не, не, все нормально, я себя не чувствую. Ошибка, я себя чувствую человеком, который, на которого возложена миссия исправлять эти ошибки, вот. Поэтому будем исправлять ошибки в системе, будем заниматься защитой прав человека дальше, будем расширять контент и, надеюсь, будем делать более позитивный контент, чтобы просмотр канала был более позитивным для вас, чтобы общение было более позитивным и, в итоге, чтобы ваша жизнь была более позитивной, чего я вам всем не желаю. Пока-пока. А, нет, не пока-пока. Вы знаете, все-таки хочу еще сказать спасибо вам. Хочу сказать спасибо за те теплые слова, которые вы пишете в комментариях, потому что это очень приятно читать мне, а еще больше это приятно читать моей маме, потому что она вообще от этого кайфует. И когда кто-то пишет, что Олег Николаевич такой хороший адвокат, там кому-то помог, мне помог выехать, еще что-то помог, мама моя кайфует вообще. Ну, я, конечно же, кайфую, вот. Но особенно, мама, за это вам отдельное спасибо. Вот. Теперь уже точно пока-пока.